В этот день 9 августа родились. Евдокия Лопухина, первая супруга Петра Великого, мать царевича Алексея. Она была насильно отправлена в монастырь, впоследствии заключена под стражу в Шлиссельбурге. Писатель Леонид Андреев, он считается отцом русского экспрессионизма. Степан Леонозов, русский нефтепромышленник, один из богатейших людей Российской империи. Его имя носит один из районов Москвы Леонозова. В этот день 9 августа 1555 года умер свидетель митрополит московский Иоасаф. Семья столбовых дворян Скрипицыных известна с 15 века. Среди них чиселось немало служивых людей, пищиков и дьяков, а Иоасаф Скрипицын, игумен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, занял и высший духовный пост, став митрополитом московским. О святом Иоасафе сохранилось мало биографических сведений, но известно, что он находился в хороших отношениях с великим князем Василием Третьим и принимал участие в крещении его сына, будущего первого русского царя. Крестили Иоанна Грозного в воскресенье 4 сентября 1530 года перед иконой Андрея Рублева Святая Троица в Троицком соборе у раки преподобного Сергия Радонежского. Крестили Иоанна под покровом особого духа веры и верности, отмечал историк Ерчак. В целом, паство описывало митрополита как человека добродетельного и сострадательного, притом умелого политика. Он не раз пользовался правом печалования, заступался за арестованных особ, как было в случае с князем Бельским, и сам был незложен, когда власть взяли его злопыхатели. В опале митрополит времени даром не терял. Являясь библиофилом, он собирал коллекцию книжных раритетов. А несколько веков спустя он стал общепризнанным примером строгого соблюдения церковных канонов и был признан святым. 9 августа 1853 года войска под началом генерала Перовского взяли крепость Ак-Мечеть на реке Сырдарье. 9 августа 1905 года в городе Портсмут, США, открылась мирная конференция между Россией и Японией. Она завершала русско-японскую войну 1904-1905 года. Несмотря на то, что разгром в Сусимском сражении ознаменовал поражение империи в русско-японской войне, государь Николай был настроен решительно и подписывать позорного или недостойного Великой России мира не собирался. С подобным настроем дипломатическая русская миссия во главе с министром Витте прибыла в американский город Портсмут, где по настоянию Японии открылась мирная конференция. Островная держава выкатила России целый список мирных условий от контрибуции до вывода войск из Манчжурии и присоединения Сахалина к Японии. Ни одной копейки, ни пяди земли, заявил император Николай II и в своем решении был непреклонен. И все же половину Сахалина пришлось отдать. Но нет сомнения, что если бы не твердая позиция императора и проводника его воли Витте, потери от войны были бы больше. Японии пришлось пойти на заключение довольно сомнительного для себя соглашения, поскольку у страны просто-напросто уже не было финансов для продолжения боевых действий. После раскрома Японии в 1945 году Портсмутский договор утратил силу, а СССР вернул все ранее утраченные территории. 9 августа 1120 года святейший патриарх Тихон направил письмо председателю в ЦИК Калинину о несоблюдении закона о свободе совести. Калинин был председателем в ЦИК, формально он занимал высший пост в стране Советов. А еще он полагал, что религия больше, чем предрассудок. Это остатки человеческой слабости перед силами природы. Не меньшим предрассудком Калинин считал поклонение святым мощам, публичное вскрытие которых было разрешено постановлением от 1919 года. Наблюдая за безумцами, которых было не остановить, патриарх Тихон возвысил свой голос. Он написал письмо Ленину, где сообщал, что святые мощи – предмет культа, им место в храме, а не в музеях. Никакого обмана или подделок при освидетельствовании их не оказалось, и подвергать их ссылке не за что. Какое дело государству, особенно атеистическому, до церкви? Молчание было ответом патриарху, поскольку власть не считала нужным официально отвечать главе церкви, терявшей, по их мнению, авторитеты власти. Ответ последовал в иной форме, когда через пару лет патриарх Тихон стал постоянным посетителем Лубянки, а церковь ждал новый сокрушительный декрет об изъятии церковных ценностей. 9 августа 1945 года на японский город Нагасаки была сброшена американская атомная бомба. Ровно в тот же день Красная Армия открыла боевые действия против японских войск в Манчжурии. 9 августа 1650 года принято постановление о создании первой зенитной ракетной системы «Беркута». 9 августа 1771 года СССР подписал договор о дружбе и сотрудничестве с Индией. Таким был этот день 9 августа.